Продукция и технология, которые не хватает в компании «Роснана» выбирают в инвестиционных областьях и уступают к нему аналогам, а то и превосходят их. Вот лишь несколько примеров из любителей инвестиционных проектов в реальной церкви российской экономики. Компания «Роснана» создана в Белой России, ассоциация на повышение 40 км для интеллектуальной системы компьютерного движения и инвестиционных проектов. Продолжение следует... 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 2019 года составил 401 миллиард рублей, а общий объем продаж в России. Это не только традиция, но в целом это, я даже специально взял один из символов наших родительских лекций, это близость нового года, это встреча с великими и выдающимися учеными современности, это такая лекция престижа, когда в конце года, понятно, что у ученых отчеты, финансовые показатели сдаются и так далее, но тем не менее они находят время поделиться с передним краем своей науки. И сегодня мы продолжаем цикл, сегодня у нас Тарас Алексей Борисович, это заведующий лабораторией, центром, заведующий лабораторией Московского госуниверситета и интереснейшей лекции про то направление, которое нам тоже максимально близко в нашем университете, я не знаю, как конкуренты вы или коллеги, наверное, и то, и то. В общем, про пироскитную солнечную фотовольтайку Алексей Борисович, прошу. Спасибо. Мандаринку могу оставить. Спасибо. Особенно спасибо за мандаринку. Коллеги, добрый вечер, спасибо большое, что вы пришли сегодня. Ну, тема лекции на слайде, я попробую ее сделать, может быть, даже в формате интерактива, если есть какие-то вопросы по ходу, может быть, мы можем их сразу обсуждать. Вообще, рождественские лекции – это замечательно, потому что иногда они напоминают нам о том, что перед Новым годом действительно есть Рождество. Как-то вот так, наверное, мы себе представляем рождественскую лекцию, а начинается она с задержкой на 15 минут, потому что в реальности выглядит примерно таким образом. Немножко громче бы хотелось слышать вашу лечь в аудитории. Хорошо, но это вопрос... Я могу говорить громче? Так слышно? Предпейтик микрофон. Ну, при всем желании не смогу. Значит, да, вот примерно так выглядит рождественская пора в реальности, в той научной реальности, в которой мы живем. Но, действительно, мне очень приятно быть сегодня в МИСИС, потому что это не только известный российский университет, но еще и родные охотничьи угодья наших коллег из группы профессор Альдо Ди Карло, который наш хороший давний товарищ, с которым мы очень активно работаем и вместе корчуем поле современной солнечной энергетики в России. Нас, к сожалению, очень немного таких ученых на родине по сравнению с примерно 10 тысячами научных групп по всему миру, которые занимаются перовскитами. Поэтому, отвечая на вопрос, конкуренты мы или коллеги, я думаю, что мы в большей степени коллеги, потому что мы с МИСИСом и Сколково втроем стратегически дружим, скажем так, с оставшимися где-то 9 тысячами-9 стами группами по всему миру, отвечая за одну седьмую часть земного шара. План презентации здесь на слайде. Я постараюсь коротко рассказать информацию о том, что из себя представляет солнечная энергетика сегодня и, в общем, как в ней появились перовскиты, какую роль они занимают, что мы, в частности, в МГУ делаем в этой области. Я думаю, о разработках МИСИС рассказывать не надо. Это такие выдающиеся достижения, что о них пишут в прессе. Прежде всего, я бы начал с того, что любая энергетика альтернативная, она, по сути, своей солнечная. Потому что под альтернативной возобновляемой энергетикой принято понимать солнечную гидро- и ветроэнергетику, но все это есть последствия воздействия солнечного излучения на поверхность планеты Земля. Если это ветряная энергетика, то Солнце греет в воздух, и воздух перетекает, образуется ветер. Если это гидроэнергетика, то сначала Солнце испаряет воду, она где-то конденсируется, течет вниз. И солнечная энергетика в этом смысле – это самый прямой и понятный способ преобразовать бесплатную энергию, которая попадает на поверхность Земли в электричество, минуя механические устройства, по возможности минимально завися от климата, который все-таки меняется. Поэтому солнечная энергетика – это пока что самое очевидное будущее, которое есть у человечества. У нас здесь, к сожалению или к счастью, практически нет альтернатив. Солнца в мире действительно очень много. Я эту карту нашел на одной презентации, не поленился, пересчитал цифры. Действительно, 300 на 300 километров покрываем обычными, совершенно стандартными кремниевыми батареями образца прошлого десятилетия с КПД 16%. И действительно закрываем общую потребность сегодняшнего человечества в электроэнергии. Тут можно сразу передать привет коллегам, которые занимаются высокой температурной сверхпроводимостью, а также тем, кто занимается запасением энергии. Потому что даже если у нас все получится с солнечными элементами, то потом эту энергию нужно как-то доставить из этой самой пустыни Сахара в основные мегаполисы. При этом можно или передать по каким-то беспотерным путям, ВТС по 30 лет нам их обещает, или запасти их эффективным способом в батарейке, в химическую энергию. В общем, непочатый край, если коллаборировать с коллегами работы, но коротко, действительно, солнца очень много. Если покрыть поверхность хотя бы основных зданий солнечными батареями, нам для распределенных нужд, не индустриальных, не под плавку металла, конечно, не под горно-рудную добычу, но на отопление и освещение точно хватит. Сегодня солнечных батарей в мире производится достаточно много. Это уже сотни гигаватт производственных мощностей в мире, и они задействованы. То есть, реально в мире производится год гигаватты энергии из солнца. Это, ну, как сказать, мало, относительно мало по отношению к нефти и газу, но это уже цифры, которые, в общем, определяют интересы, серьезность намерений инвесторов, которые вкладываются в солнечную энергетику, потому что гигаватты – это очень много. И на сегодняшний день почти 100% этой солнечной энергетики вырабатывается кремнием. Причин тому масса – первое в том, что это очень надежная технология, которая стала надежной, потому что ей занимаются примерно 50 лет. Первый фото преобразующий элемент – это такие серьезные 60-е годы прошлого века, то есть 50-60 уже почти лет. Вот в этом направлении, в общем-то, положены миллионы человеко-часов, миллиарды, может быть, даже уже. И до сих пор тонкопленочные солнечные кремниевые элементы – это, ну, такой, значит, минорная часть рынка. В основном это моно- и поликристаллические кремниевые пластины. Этот график наверняка кому-то известен. Есть такая компания NREL – National Renewable Energy Laboratory в США, которая является индустриальным лидером, наверное, консолидирующим и усилия Соединенных Штатов Америки в области фотовольтаики, ну, и ориентиром определенным для всех научных групп, которые занимаются в этой области, которая каждый месяц обновляет чарт, показывающий текущее положение КПД солнечных элементов различного типа. Здесь принципиально, ну, можно условно назвать пять групп солнечных элементов. Это классический кремний, каскадные солнечные элементы и различного рода растущие направления. Что можно из этой диаграммы подчерпнуть? Она, к сожалению, не совсем up-to-date, потому что она обновляется действительно каждый месяц. Сейчас рекорд перавскитов немножко больше, чем здесь, но тем не менее солнечные элементы бывают разные. У кого-то фиолетовая ветка в левом, у вас в правом, в правом верхнем углу, это КПД порядка 46%. Это гетероструктурные многокаскадные солнечные элементы. Эффективность 46% – это очень много. Это космическая эффективность, которая применяется по большому счету практически только в космосе и характеризуется как следствие космической ценой. Солнечный элемент с КПД 46% – это порядка 100 тысяч евро за один квадратный метр. Это стоимость, которая возможна, наверное, только для спутниковых применений, там, где важен объем, вырабатываем энергии с единицы площади, но, в общем, практически не важна стоимость, за которую он достанется. Есть солнечные элементы с достаточно низким КПД, это нижняя часть, органические солнечные элементы. КПД может достигать 10%, в реальности в промышленных образцах это 3-5%, зато не очень дешевые. Есть кремний, который находится почти ровно посередине этой таблицы, текущие значения КПД – это где-то 25%, для монокристаллического – порядка 20-23%, для поликристаллов. И вывод из этой диаграммы можно сделать такой. Солнечных элементов много разных типов, и каждому типу находится свое применение. Поэтому солнечная энергетика – это вопрос нишевости. Не бывает идеальных солнечных батарей, бывает правильно выбранный тип солнечной батареи для конкретного применения. Нам интересно посмотреть на два графика, вернее, на несколько графиков в двух группах. Это кремниевые элементы и грецелевские, а также перовскитные. Кремний, как я уже сказал, развивается в индустриальном смысле где-то с 70-х годов прошлого века, когда они уже стали выпускаться как некоторый промышленный образец, не просто как разработка лаборатории. И вот эволюция их КПД, но она достаточно пологая. И, в общем-то, была довольно долго доминирующая до тех пор, пока в 91-м году профессор Гретцель, это швейцарский ученый, Майкл Гретцель, о нем расскажу немножко позже, не представил миру статью в журнале Nature. Это была разработка солнечного элемента нового поколения, достаточно дешевая. Там была КПД порядка 5%. Это было несравнимо с имевшимися на тот момент 20% кремния. Но это был большой шаг вперед, потому что это было очень дешево. Не нужно было по-чехральскому растить огромную чушку кристаллического кремния, резать ее, терять более половины энергии, половины материала нарезку этого монокристалла, полировать пластины и так далее. Что очень интересно и важно для, я думаю, для МИСИС, как для нанотехнологического университета, для нас, на самом деле, вот статья Гретцеля была, может быть, первой статьей, ну или одним из первых коммерциализированных достижений, когда именно наноструктурированность материала дала не количественные, а качественные изменения в свойствах. Через пару слайдов покажу схему, поясню, почему это важно. И, соответственно, пировскитные солнечные элементы появились в 2009 году как на тот момент развитие и усовершенствование грецельских солнечных элементов. Я расскажу маленькую историю, которую, может быть, не так просто где-то прочитать из старых рук. Я ее знаю от профессора Гретцеля. Вот первая статья, которая появилась в 2009 году, ее написал японский ученый, его фамилия Каджима. Он отправил статью в журнал, где он попытался заменить в грецельском солнечном элементе краситель на новый тип материала. Не на органический краситель, а на твердый полупроводник. При том, что в тот момент ячейки Гретцеля давали примерно 12%, и они были стабильны годами. 5 лет стабильности было нормальный показатель. Он захотел опубликовать работу, в которой рассказал Миру о том, что он нашел новый материал, который вместо 12% позволяет получить 3,9%, вместо 5 лет стабильности 15 минут, причем внутри сухого бокса. А если вынести, эта штука немедленно разлагается, даже померить ее очень тяжело. Потрясающая находка, уникальный результат, как любят в научных журналах современных. И надо было, чтобы эта статья попала к профессору Гретцелю как к рецензенту, потому что он, будучи гением, прочитал ее и сказал, да, в этом есть потенциал. Он повторил эту работу вся в лаборатории, потому что это довольно несложно было для него, как для лидера ДССЦ фотовольтайки на тот момент. Результаты подтвердились. Он дал положительную рецензию. В следующем году, в 2010, ни одной статьи опубликованы, по-первых, в скитам не было. Потом несколько статьй было опубликовано в 2011, опять же, Гретцелем и его постдоком Генрис Найсом, который сейчас тоже, в общем, достаточно известный человек нашей области. Вот благодаря чутью одного конкретно взятого человека открылась новая отрасль, новое направление энергетики фактически, которое по своим темпам роста КПД взорвало рынок солнечной энергетики, не рынок, а вернее научное сообщество, поскольку по наклону кривой, оранжевый с желтыми точечками, видно, что скорость роста КПД этого типа солнечных элементов выше, чем каких-либо вообще солнечных элементов, которые до сегодняшнего дня открывало человечество. Они быстро, ну, практически мгновенно превысили КПД ДСС ячейк, усовершенствованием которых они являлись. Они довольно быстро обогнали поле кремний, и вот буквально недавно еще и монокремнием рекорд был побит перовскитными. Для того, чтобы понять, как произошел переход от ячеек Гретцеля к перовскитным, можно продемонстрировать на следующем примере. Вот здесь схематический разрез простейшей ячейки Гретцеля. Это такая некоторая очень тонкая ванночка, аквариум, в тонком слое жидкости. Находится фактически электрохимическая ячейка. Есть прозрачный электрод, на котором находится нано-дисперсный диоксид титана. Это, в общем-то, материал, который 4 миллиона тонн в год производится. Белый краситель, вот практически все люксово-белого цвета, что мы видим, тут белого мало, но в этом сером, наверное, есть какой-то белый, это диоксид титана. Это материал, который известен человечеству очень давно. И если его измельчить до наноразмерного состояния, покрыть его красителем, то возможно реализовать эффект, когда, если этот краситель поглощает свет, в нем возбуждается электрон, этот электрон может быть инжектирован, то есть передан наночастицам ТО2. И чем более развитая площадь, чем более пористый ТО2-электрод мы сможем сделать, тем больше красителя мы нанесем на его поверхность, тем больше зарядов будет перенесено с красителя на диоксид титана, с диоксид титана, соответственно, на прозрачный электрод. Вот если этот процесс сделать с микродисперсным порошком, у которого размер частиц, там где-то микрон, полмикрона, то эффект будет настолько ничтожно мал, что его даже не сможете заметить. Но если использовать нанодисперсный порошок, то эффект грецельского преобразователя энергии можно будет реализовать. То, о чем я говорил, это одно из первых примеров, где действительно нанопорошки показали принципиальный адванс, улучшение какой-то к существующей технологии, не количественной, а качественного характера. Появилась возможность реализовывать нового типа солнечные элементы. Количество публикаций в этой области росло экспоненциально. Я видел красивую картинку, каждый раз не успеваю ее сфотографировать, человек слайд переключает на конференции. Вот примерно такая же динамика публикации была у графена. Это какой-то момент при очередном удвоении звездочка, Нобелевская премия. По пироскитным элементам может быть тоже что-то подобное произойдет, но пока по грецлевским, за которые Нобелев еще не дали, я думаю, что это в ближайшем времени вопрос, грецлевские солнечные элементы в принципе коммерциализированы. То есть можно купить промышленно производимый солнечный элемент. Главный его плюс – то, что он полупрозрачен. Это его и главный минус, потому что, очевидно, если что-то полупрозрачное, значит часть света через него прошла, значит она не поглотилась, и КПД будет, ну, очевидным образом ниже, чем у полностью непрозрачного солнечного элемента, зато им можно делать красивые декорации. Вот картинка, кроме обложки читалки, которую вообще никогда не нужно заряжать, она подзаряжается от обычного света комнатного, при небольшом своем энергопотреблении. Это компания в Швеции, которая производит, кстати, получившая приз Роснано, вместе с Михаилем Грецелем два года назад. Вот справа сверху – это зарядная станция для автомобиля. Это реальная зарядная станция в Швейцарии. Профессор Грецель ездит на электромобиле, как человек, значит, следующим своим убеждением, заряжает ее, вот такой станции, она за день накапливает, количество энергии достаточное, чтобы на небольшую дистанцию, порядка 40 километров в день, автомобиль питать при передвижении по городу. Это существенно красивее, чем если бы там стояла серая кремниевая панель, абсолютно непрозрачная. Все было бы хорошо в Грецельских солнечных ячейках, если не КПД. Ну вот, собственно говоря, профессор Грецель на Руснано-Призе, и у нас в лаборатории, где он довольно часто бывает. Все было бы хорошо, если бы не низкий КПД Грецельских ячеек. И в процессе их эволюции в 2009 году как раз-таки впервые японские ученые, которые занимались подбором альтернативных красителей, чтобы повысить эффективность передачи фотоиндуцированного электрона с красителя на пористый диоксид титана в Грецельской ячейке, подобрали, соответственно, использование нового материала, гибридного органа неорганического пероскита. И дальше, следующие два шага, логика эволюции пероскитно-солнечных элементов привела нас к тому, где мы есть сейчас. Сначала был заменен жидкий электролит, вот этот аквариум заменили на твердый электролит, солнечный элемент перестал вытекать, растекаться, испаряться, это повысило его стабильность. Потом решили, что улучшив немножечко свойства самого пероскита, можно добиться таких расстояний пробега фотоиндуцированных носителей заряда, что, в общем-то, и пористый электролит не нужен, потому что площади поверхности плоской вполне хватает, в случае пероскита, в отличие от ДСС ячейки, чтобы эффективную экстракцию носителей заряда применить. Вот сегодняшний рекорд КПД выше 25%. Здесь срез того, как выглядит пероскитная солнечная ячейка, стандартных слоев, но должно быть по меньшей мере 5. Три центральных, то, что поглотит свет, два к ним прилежащих, это то, что отведет электронные дырки, фотоиндуцированные в этом поглотителе света в пероските, и два контакта, один это тот, который пропустит свет через себя прозрачный, второй, который снимет электронные дырки максимально эффективным образом, как правило, это металл. Соответственно, при поглощении света электрон обезжал в одну сторону, вернее, дырка электрон в другую. Что любопытно, в общем, пероскитный солнечный элемент это достаточно реальные нанотехнологии. Тут был красивый ролик про Роснано, мы не сговаривались, но это действительно так. Пероскитный солнечный элемент имеет толщину не более 2 микрометров. Все остальное в пероскитном солнечном элементе это подложка. Это либо кусок стекла с прозрачным проводящим покрытием, либо это полимер, но так или иначе вес пероскитного солнечного элемента, того, что генерирует электрическую энергию, в солнечном элементе стремится к нулю. Это меньше 1%. Динамика роста публикации, которую я анонсировал несколько слайдов назад, приведена здесь. Это довольно похоже на ту ситуацию, которая была с грецельскими солнечными элементами, только цифры с фактором 5. Количество людей, которые в мире занимаются пероскитными солнечными элементами, сейчас, конечно, превышает все разумные пределы. Это радостно, потому что светит нам некоторое, может быть, светлое будущее в плане энергетики человечеству для России нерадостно, потому что, как я упоминал, у нас серьезный групп в Российской Федерации по пероскитной фотовольтаике S-Match, S-3, МИСИС, МГУ и Сколтех. Наиболее близкие к пероскитам аналоги с точки зрения их функциональных свойств это CIGS и Кадми Телур солнечный элемент. Это тоже тонкопленочные солнечные панели. Но если посчитать удельный вес, насколько легким можно сделать солнечный элемент, то для кремния это будет рекорд с фактором, для пероскит, это будет рекорд по отношению к любым другим технологиям с фактором 10. Если нам удастся решить задачу нанесения пероскитного функционального слоя на общую любую поверхность, то практически покрасив автомобиль, добавив к его весу 3 грамма, мы можем решить проблему его энергообеспечения. Вот здесь в каком-то примерном масштабе то, как выглядит пероскитный солнечный элемент по отношению к Кадми Телур и CIGS технологии. Это самый тонкопленочный солнечный элемент, который в общем-то на сегодняшний день известен. И его близость морфологическая к существующим солнечным элементам, она определяет то, что с технологической точки зрения его похожим образом можно получить. Вот это иллюстрация из довольно известной статьи в журнале Energy Environmental Science на тему того, как может быть устроено производство пероскитных солнечных элементов. На самом деле оно очень мало отличается от производства других видов тонкопленочных солнечных элементов. Там все принципиально те же стадии. И казалось бы, проблема должна была бы быть довольно быстро решена, но есть некоторые моменты, которые очень важны для развития этой области, которые до недавнего времени мало кто учитывал. С точки зрения себестоимости очень интересным моментом является то, что если мы возьмем стоимость модуля солнечного элемента, того, что солнечные батареи, которые мы поставим себе на дачу или на крышу здания или прикручиваем на крышу автомобиля, то сам солнечный элемент стоит 6,5% от стоимости того, что вы купите, от себестоимости того, что вы купите, не считая прибыль всех участвующих в этом экономическом процессе. Все остальное, кроме этих 6,5%, это контакты, алюминиевые рамочки, держатель, резиновые прокладки, инвертор и прочая техника, которая отношения прямого к генерации энергии не имеет. В этом есть с другой стороны большое преимущество, я об этом чуть-чуть позже скажу, поскольку сам солнечный функциональная часть пироскитного солнечного элемента ничего не весит, как я уже говорил, она еще ничего не стоит, потому что используются очень простые материалы, это тоже дает некоторые преимущества для развития данной технологии на основе технологий, которые уже сейчас существуют. Кроме того, очень интересно то, что пироскитный солнечный элемент состоит из основные смысловые части солнечного элемента состоят из тех элементов и материалов, которых в природе в принципе довольно много. Вот, например, если мы захотим создать 12 тераватт солнечных элементов на основе Кадми-Телур технологии, то производство Телура придется увеличить в тысячу раз на планете. Это задача, ну, есть некоторые страны, которые очень обрадуются, но в целом задача очень непростая. Вот, значит, если мы начнем делать все солнечные элементы завтра не кремниевые, а пироскитные, то свинца нам придется увеличить производство всего-навсего вдвое, что, в общем-то, эта задача существенно более доступна, я думаю, даже с существующими майнинговыми мощностями на планете Земля. Такие радужные солнечные элементы должны иметь какие-то недостатки. пироскитные, в общем-то, не исключение, а среди основных называют три, с которыми, в общем, с переменным успехом пироскитное сообщество борется с момента открытия пироскитных солнечных элементов. Это их стабильность, это страшное слово свинец, которое пугает всех, кто не учил химию, и, в общем-то, проблемы, связанные с химией пироскитов, мешающих их масштабированию. Первые солнечные элементы были, мягко говоря, не очень стабильны, то есть стабильность в течение 15 минут для промышленного образца, наверное, некий нонсенс или даже анекдот, но главной проблемой стабильности пироскитных солнечных элементов является то, что они с химической точки зрения сам пироскит довольно реакционно способен. Это реакционная способность главным образом по отношению к влаге, в некоторой степени по отношению к кислороду воздуха. И бороться с этим, в общем-то, можно двумя способами. От влаги защищают инкапсуляции не очевидно совершенно, но вот познакомившись немножко более близко с кремниевыми элементами, подавляющее большинство людей не знает о том, что кремниевые элементы тоже инкапсулируют. Если разорвать инкапсуляцию кремниевого элемента, он тоже выйдет из строя существенно быстрее, чем заявленных 20 лет службы, которые написаны у всех производителей. Поэтому, когда наши коллеги говорят, ну кремний же он стабилен, как мантия земли, практически вечен, а ваши пировскиты умирают, там, значит, после завтрака, не совсем так. Поцарапав кремниевую панель, она тоже довольно быстро скончается от той же самой влаги, которая окислит прекрасно кремниевый приповерностный слой. С другой стороны, пировскит не стабилен по отношению к влаге и к кислороду из-за некоторого специфического химического состава этих соединений, с которым, в общем-то, тоже довольно успешно поборолись наши коллеги, подбирая сложную химию состава пировскитного слоя. На сегодняшний день, в общем-то, получилось улучшить стабильность пировскитных солнечных элементов до масштаба лет. То есть, есть научные публикации, абсолютно reliable качества, которым можно доверять, о том, что пировскитный солнечный элемент определенного состава, правильным образом заэнкапсулированный, могут быть стабильны более двух лет при даже операционных условиях их эксплуатации. Это по-прежнему ниже, чем у кремния, потому что кремний проживет, даже если его не царапать, в общем-то, существенно, больше двух лет и, как правило, больше десяти. Но, если посмотреть на прогресс, который прошел, на тот путь, который прошла пировскитная фотовольтаика с 2009 года, с 15 минут в сухом боксе до двух лет в боевых условиях в реальной атмосфере, то, в общем-то, позволяет надеяться на то, что кому-то из наших коллег повезет и стабильность пировскитных солнечных элементов останется, в общем-то, аспектом их физико-химического строения, нежели технологических аспектов его применения. Второй вопрос связан с токсичностью свинца. Тут мы очень рассчитываем на помощь наших коллег некоторую междисциплинарную, работа психологов очень необходима, потому что токсичность свинца существует преимущественно в некоторых модельных ситуациях, в условиях реального применения. Во-первых, свинца очень много вокруг нас. В любом автомобиле свинца примерно на 2000 квадратных метров солнечных пировскитных элементов. Если вот так же как относиться к солнечным элементам так же, как к свинцу внутри автомобильного аккумулятора, то есть руками его не трогать, не кусать, не проглатывать, то опасности до тех пор, пока все заинкапсулировано, он не представляет совершенно никакой. Так же точно, как он опасности не представляет внутри автомобиля. Даже когда он загорится, в общем-то, проблема большой с релизом свинца не будет. И самого по себе свинца как химического элемента в природе достаточно много. Есть прекрасная работа 2016 года в Найч Энерджи, где наши коллеги посчитали, каково нормальное содержание свинца в земле, в среднестатистическом количестве земли. Так вот, если в пировскитном модуле это будет 0,4 грамма на метр квадратный, примерно столько же свинца будет в одном сантиметре обычной русской земли. Если даже произойдет полная разгерметизация пировскитного солнечного элемента, он весь вытечет, полностью смоется весь свинец в почву лежащую, там содержание свинца повысится вдвое, что до ПДК достаточно далеко. Значит, будет несправедливо не упомянуть, что вот в этой статье к ней есть несколько комментариев, которые очень компетентно люди приводят, связанные с тем, что в пировскитных солнечных элементах свинец в достаточно растворимой форме, форме едида. По сравнению с металлическим свинцом в аккумуляторе это более растворимо, и в общем-то он может попасть в почву быстрее, чем из просто свинцовой чушки. И скорее всего, представить себе, что пировскитные солнечные элементы массово будут применяться в местах, где крайне вероятно повреждение солнечного элемента и контакт высокоинтенсивный с ним людей, наверное, нет. Будет ли пировскит опасен в солнечной ферме, то, что называется на солнечной фабрике, где стоит несколько квадратных километров панелей, скорее всего, да, это полностью безопасная технология по отношению к другим возможным техногенным рискам, которые могут там быть. Проблема масштабированности солнечных пировскитов не столько острая, сколько последовательная, связанная с тем, что одной из причин интенсивного развития пировскитных солнечных элементов в лабораторных условиях является то, что его достаточно легко синтезировать. Вот если посмотреть на периодику, особенно на научно-популярную периодику ранних пировскитных лет, но это было дикое время, когда в статьях писали, что пировскитом можно будет кисточкой покрасить стену, покрасить покрытие с пульверизатора. Это были такие фантазии, журналистов, как правило, ненаучных, к реальности отношения не имеющих, потому что пировскитный солнечный элемент это очень сложное нанотехнологическое устройство на самом деле. Но в лаборатории действительно растворным методом, используя спинкоутер или приспособив под это старый сломанный жесткий диск от компьютера, можно собрать пировскитный солнечный элемент и где-то две трети публикации на сегодняшний день в научной литературе это создание пировскитных солнечных элементов методом спинкоутинга. В этом все было бы неплохо, кроме того, что данный метод не является масштабируемым. Его невозможно практически применять в реальных промышленных условиях, то есть есть специальные спинкоутеры, которые используют в частности компания Panasonic, которые могут сделать пленку спинкоутингом 20 на 20 сантиметров, но на этих машинах сделать 100 гигаватт солнечных панелей просто невозможно. Это совершенно не технологическое решение. используемое часто при растворных методах Roll-to-Roll технология или Slow-Dye технология в данном случае оказывается достаточно сложной, потому что коллеги из МИСИСа, работающие с этим методом, знают, что процесс кристаллизации пировскитов немножко сложнее, чем процесс кристаллизации полимеров, которые обычно органически используют в Roll-to-Roll технологии. И решением данного вопроса было бы, наверное, термическое напыление, если бы не одно но, а именно цена. Потому что термическое напыление тоже, в общем-то, не панацея, это тоже технологически сложный процесс, даже имея хорошую установку по напылению, все, кто с этим сталкивался, знают, что профессор Хэнк Боллинг из университета Валенсии, главный эксперт мировой по напылению пировскитов, свой хлеб ест совсем не просто так, это существенный набор ноу-хау, как правильно нанести термические компоненты пироскитного солнечного слоя, чтобы получить его достаточными функциональными свойствами. Если посмотреть на данные, которые сейчас опубликованы в открытом доступе по достижениям мировым в области масштабирования пироскитных солнечных элементов, то, в общем-то, можно немножко задуматься, поскольку те самые 25%, которые я анонсировал, исходя из Нерал-чарта, мировой рекорд на сегодняшний день пироскитных солнечных элементов, это мировой рекорд для точечки размером 2 на 2 миллиметра. А если мы эту точечку увеличиваем сначала хотя бы до 1 сантиметра, а потом до 10 сантиметров, то происходит достаточно значительное падение КПД очень быстрое. И посмотрев на результаты отмасштабированных пироскитных солнечных элементов, можно заметить, что как только мы начинаем говорить о 10 квадратных сантиметрах и более, КПД сразу опускается до не более чем 15%. Вот здесь есть очень примечательный результат компании Солианс, которая с лот-дайм получала 14,5 на модуль 10 на 10 сантиметров, но они не приводят данных о том, то есть получить-то они, конечно, 4,5 получили на одном солнечном элементе, они, к сожалению, умалчивают, сколько еще солнечных элементов они сделали до этого, которые они решили или не мерить, или не показывать, на которых 14,5 совсем не получалось. Реальность такова, что 2 квадратных сантиметра и КПД больше 15%, едва-едва больше 15%, это наш сегодняшний state-of-the-art. Чем занимаемся мы, в том числе вопросами масштабирования, не будем скрывать, что мы в эту гонку тоже включаемся в Московском университете, и наши текущие результаты это порядка 15% на мини-модулях на масштабе выше 1 квадратного сантиметра. Как я уже упоминал, в мире занимается пироскитными солнечными элементами где-то порядка 10 тысяч человек, по нашим оценкам, 3000 лабораторий, но коммерциализировать пироскитные солнечные элементы на сегодняшний день открытым образом намереваются порядка 7 компаний. Лидером в этой гонке однозначно является бывший постдок профессора Гретцеля, ныне профессор университета Оксфорда доктор Генри Снайс, который в 2014 году начал заниматься пироскитами, это один из самых-самых первых мировых лидеров этой области, под свои разработанные у себя технологии привлек порядка 70 миллионов фунта стерлингов инвестиций и построил завод. Какую технологию пироскитных солнечных элементов развивает он? Это довольно любопытно и возможно это самый очевидный путь развития пироскитных солнечных элементов, где они вероятно первым выстрелят, это так называемые тандемные солнечные элементы. Тандемные они потому, что работают не сами по себе на основании пироскитного солнечного элемента, а в связке с классическим кремниевым солнечным элементом. Если помнить, я упоминал, что стоимость светопоглощающей части солнечного элемента это 6,5% от стоимости модуля. Если у нас уже есть кремниевый модуль на обычной кремниевой пластине солнечный элемент, то добавив к нему практически ничего по стоимости, несколько процентов к его себестоимости, нанеся сверху слой пироскита, мы можем гипотетически выйти за пределы максимальных КПД солнечных элементов превысить 30%, потому что те части спектра, которые поглощают пироскитные солнечные элементы, кремния солнечные элементы, они практически не перекрываются. И нанеся на кремнии сверху пироскит, можно добиться того, что пироскит съест свою часть спектра, выдаст свои электроны в цепь, оставшиеся фотоны пройдут через него, будут поглощены кремнием, и также выдадут свои фотоны в сеть, электроны в сеть, которые просуммировавшись дадут нам КПД выше, чем кремниевый и чем пироскитный солнечный элемент по отдельности. К сожалению, математика здесь работает достаточно странным образом. Если мы берем 25% очень хороший кремниевый солнечный элемент, на нем располагаем пироскитный солнечный элемент по той технологии, по которой мы получаем обычно 20% КПД солнечного элемента, то 25 плюс 20 дает нам 28. Потому что задача совмещения потенциалов возникающих на границах каждого из солнечных элементов, совмещения токов, борьба с проводимостью, с аммическими сопротивлениями проводимости на границах различных возникающих, она приводит к тому, что рекордные показатели на сегодняшний день это 28% это результаты Генри Снайса. Но данные результаты 28% тоже можно трактовать несколько разным образом. С одной стороны 28% это совсем не 20 плюс 25, с другой стороны 28% это почти бесплатная добавка к 23%, которую мы взяли исходно от кремния. Поэтому изменив чуть-чуть технологию получения кремниевого солнечного элемента, всего на несколько процентов добавив себестоимость этого, реально на проценты себестоимость такого модуля, мы можем с 23%, который практически невозможно увеличить, дойти до 28% эффективности, выиграв плюс 5%, не заплатив за это почти ничего. При том, что весь мир уставлен кремниевыми солнечными элементами, это достаточно привлекательная бизнес-модель, по которой наши коллеги из Оксфорда довольно активно сейчас двигаются. Они обещали в этом году запустить производство, на этом заводе сделанное немножко не успели, но полный активен, говорят, что в следующем году запустят совершенно точно. Чтобы реализовать вот эту самую технологию тандемных перераскет кремниевых солнечных элементов, профессору Снайсу пришлось купить завод в Германии кремниевый, который теперь производит или готовится производить тандемные солнечные элементы. Собственно, вот здесь срез и топ-вью тандемного перераскет кремниевого солнечного элемента довольно любопытным моментом здесь, которым стоит упомянуть, является то, что кремний поверхность его, как правило, не является неплоской. Она имеет рельеф с масштабом порядка единиц микронов. Это важно, потому что, когда мы говорили о нанесении перераскетного слоя на подложки растворными методами, задумавшись, можно прийти к довольно очевидному выводу, что если наша подложка не плоская, как стекло, а это кремний, который состоит из такого рода пирамидок, то нанести раствором очень ровно слой по этой поверхности будет несколько затруднительно, потому что раствор, естественно, стечет в ямке и у вас будут значки Монблан, оголенная кремниевая вершина, засыпанная перераскетным снегом. Тоже такой рождественский образ. Собственно, коротко иллюстрация того, как работает перераскетный кремниевый тандем. Есть два типа принципиально перераскет-кремниевых тандемов. Более простой вариант, так называемый четырехтерминальный, когда просто два солнечных элемента физически размещены один на другом, но каждый имеет свою подводку электрическую, каждый по своей электрической цепи отдает свой электрический ток в общую сеть инвертора, или двух инверторов, которые его потом конвертируют и выдают как мощность. Есть вариант двухтерминального тандема, это то, к чему все стремятся. И связано это технологическое решение с существенными сложностями в плане контроля протекания тока через интерфейс, но, конечно, технологически, идеологически это более правильное решение этого вопроса, текущий КПД 28%, потенциально в таких системах можно уйти за 40%. Это напоминает тандемная система реализации солнечного элемента напоминает то, как сделан гетероструктурный эпитоксиальный солнечный батарей на основе арсенида галлия, как правило, те самые космические, которые дают порядка 46%. Но если стоимость пироскит-кремниевого тандема примерно равна стоимости просто кремниевой солнечной панели, это все единицы долларов, то, когда мы говорим о гетероструктурных многослойках, это десятки тысяч долларов, поэтому, если получится не 40, но хотя бы 30% сделать на пироскит-кремниевом тандеме, он будет в сотни раз минимум, может быть, в тысячи раз более эффективен, чем существующее решение высокоэффективных солнечных элементов на сегодняшний день. Я хотел бы сказать пару слов о том, чем мы занимаемся в Московском университете в области пироскитной фото вольтаике. Это фотография моей лаборатории, научной группы, которая в МГУ занимается пироскитами. Мы довольно интенсивно коллаборируем с различными пироскитными лабораториями по всему миру наш уже упоминавшийся хороший друг и товарищ и соратник Альда Ди Карло в их числе. И пользуясь при любом удобном случае, я хотел бы отрекламировать очень коротко одну из самых интересных инициатив Московского университета. Это совместный университет, российско-китайский совместный университет МГУ ППИ в Шэньчжэне, который отчасти виновен в том, что мы с ним задержали лекцию, а с другой стороны является прекрасным местом, в котором все желающие получить диплом Московского университета на русском языке, но в Китае могут это сделать. Я в нем исполняю обязанности первого проректора. Вот уже три года как мы открыли пять факультетов, восемь образовательных программ, набираем почти 300 человек каждый год студентов. У нас есть две программы магистратуры по нано-биотехнологиям, фундаментальной системной экологии, по переводу и языкам. Если это кому-то интересно, пожалуйста, внизу адрес сайта. Кстати, вот фотография слева снизу это реальная фотография уже существующего там стоящего главного здания совместного университета. Это чуть-чуть меньше такая копия главного здания МГУ. Кто интересуется, может зайти в нашу группу ВКонтакте и посмотреть актуальные фотографии. Это очень впечатляет, как в МГУ транслировалось в Китай. Если вы видите, как туристы фотографируют МИСИС очень внимательно на его фоне, его с разных сторон, вы знаете, что когда-нибудь МИСИС тоже может оказаться в какой-нибудь стране небольшой копией. Говоря о том, какой химии отличаются перовскиты, я хотел бы упомянуть те разработки, которыми занимаемся мы. В 2016 году мы открыли новый класс химических соединений, назвали его реакционными полиэдидами, реакционными расплавами полиэдидов, Rective Polyiodate Melts, заключающейся, вот, собственно, красота этого, этой химии заключается в следующем. Вот справа формула химического соединения простейшего случая перовскиты, это едид свинца метиламония, состоящий из органического катиона, значит, CH3H3+, значит, триедид аниона и, в общем-то, атома свинца. Нам удалось обнаружить при, в общем-то, поисках соединений, которые могли бы выступить в качестве прекурсоров для создания такого перовскитного солнечного элемента, что некоторые компоненты перовскитного солнечного слоя, едид метиламония, в частности, может сжижаться под действием кристаллического йода, то есть, образовывать полиэдиды. В принципе, полиэдиды были известны, но вот такие коротко малокатионные полиэдиды, в общем-то, описаны не были в тот момент. Мы обнаружили, что они действительно получаются, если просто сыпать два порошка, при какой-то температуре порошки превращаются в такую вязкую блестящую жидкость. И если посмотреть на формулу получающегося полиэдида, звездочка обведенную, присмотреться к правой части уравнения, то можно заметить, что, в общем-то, для превращения этого полиэдида в перовскит нам все, что нужно, это добавить две буквы. Насыпать в эту жидкость две буквы, именно П и Б, добавить свинца. Мы проверили, действительно, если взять металлический свинец, воздействовать на него реакционным полиэдидом, перовскит, гибридный орган и неорганический. И любопытно здесь то, что из всего многообразия химии во всех тех тысячах статей, которые пишутся о перовскитах, это единственная известная в настоящий момент реакция окислительно-восстановительного получения перовскита. Потому что все остальные реакции получения перовскита, это два варианта. Это либо реакция присоединения, когда мы берем компонент А, компонент Б, смешиваем, получаем А, В частности, в нашем случае это метиламоний йод, свинец йод 2, получаем метиламоний и свинец йод 2. Или это кристаллизация перовскита из какой-либо среды, из раствора, из самораствора с метиламином, из какой-то еще среды. Но так или иначе это будет всегда либо кристаллизация, либо реакция присоединения. Вот единственная реакция, когда что-то меняет степень окисления, это редокс-реакция, кисло-осстановительный процесс, это вот собственно реакция металлического свинца с реакционными полиэгидами. Мы это опубликовали в 17-м году в журнале Materials Horizon, запатентовали довольно плотно. И на основе этих материалов разработали технологию, как можно получать пероскитный солнечный элемент, ну в общем-то не классическим способом. Это, насколько мне известно, единственный российский патент в данной области, такой достаточно принципиальный. Делаем это следующим образом. Напыляем слой металлического свинца, и это в общем-то несложно сделать, потому что металлизация, думаю, что в Миссиси как мало где это хорошо знают. Это довольно изученный процесс, можно электрохимически осадить, можно магнетронно напылить, термически и так далее. Сведом напыляем на него слой органического галида, едино-метиломония, или их комбинацию. А потом действуем на собственно вот этот сэндвич парами йода. И пары йода будут поглощаться из газовой фазы метиломонией и едидом, он будет превращаться в полиэдит, и как только этот полиэдит доформируется до того момента, когда он контактирует с подлежащим ему свинцом, он довольно быстро, в течение минут, секунд вернее, конвертируется в пироскитный слой. Причем пироскитный слой довольно высокого качества при комнатной температуре и в общем-то с хорошими свойствами. Значит, мы собрали на этих таким образом элементы с КПД, ну вот настоящий момент около 20% уже. Сейчас если видео заработает. Вот. Это, собственно говоря, пироскитный солнечный элемент, который сделан по технологии, которая полностью от первой до последней буквы сделана в России, и вот он работает довольно эффективно, вращает маленький вентилятор. Значит, настолько эффективно, что мы нашли хороший способ делать очень эффективные пироскитные солнечные элементы, выяснилось, что главное самое это команда. Если, значит, к производству пироскитных солнечных элементов привлечь, значит, пример министров Российской Федерации, ректора Московского университета и президента Академии наук, пироскитные солнечные элементы получаются крайне высокого качества и можно поднять КПД в среднем на девайсе выше 13%. Значит, собственно, вот второй вентилятор вращается от блока к площади порядка 200 квадратных сантиметров от обычного солнечного дневного света без использования симулятора. Само вот открытие... Главное не быть чересчур скромным. Самое важное. Значит, особенно это важно, когда вот разрабатывается некоторый набор широкой технологии, который основан на соединениях, которые до этого не были описаны. Значит, выяснилось, что эти полиэгиды могут быть не только прекурсором для того, чтобы создать пироскитный солнечный элемент. Они играют определенную важную роль при этих самых солнечных элементах деградации. В частности, мы выяснили, что при облучении солнечным светом внутри пироскитного солнечного элемента образуются полиэгиды. Если с ними правильным образом не обойтись, они могут разрушить, в частности, золотой контакт пироскитного солнечного элемента. Было несколько лет назад известно, что золото диффундирует, почему-то гуляет по пироскитному солнечному элементу. Было совершенно непонятный механизм, как это химически происходит, потому что физически перемещение золота наблюдалось, а как эта диффузия может быть себе представлена, было не совсем понятно. Выяснилось, что диффундирует золото в виде йода ауратов, которые образуются при реакции золотого контакта с теми самыми реакционными полиэгидами, которые в негативном сценарии могут образоваться внутри пироскитного солнечного элемента. Одно из направлений работы лаборатории это, собственно говоря, исследование этого класса соединений. Я думаю, что там еще достаточно много интересных находок нас ждет. Но основное, я думаю, то, что пироскиты, как новый класс соединений, они реализуются не только в солнечных элементах, но еще в достаточно большом количестве применений. В частности, об этом можно рассказать отдельную презентацию, но я думаю, что когда-нибудь выпускник Черниговского политеха Максим Коваленко, заведующий лабораторией в ЕТХ-Цурях, приедет в Россию и, надеюсь, может быть, даже прочитает лекцию или в МИСИС, или в МГУ. Он расскажет о квантовых точках на основе пироскитов, которые по своей яркости люминесценции, свечения, уже сейчас превзошли классически известные квантовые точки на основе классических полупроводников. На последней выставке коллеги показывали реальный прототип монитора, то есть планшета, в котором монитор сделан на основе пироскитных квантовых точек. Пока весь мир активно занимается пироскитными солнечными элементами, наши коллеги тихо разрабатывают уже полупромышленные технологии производства квантовых точек, и их реальное применение в устройствах, которые мы держим в руках каждый день, которые смотрим каждый день. Также довольно любопытна возможность создания на основе пироскитов различного рода детекторов. Здесь довольно существенный прорыв ожидается в связи с развития методов получения монокристаллических тонких пленок и монокристаллов макроскопических пироскитов. Я, к сожалению, не могу показывать некоторые вещи, потому что не опубликованы, думаю, через какое-то время, если у кого-то есть интерес работать с монокристаллами полупроводникового соединения такого типа как пироскиты, мы могли бы посотрудничать, потому что у нас есть очень интересные наработки в этой области. Я хотел бы привести цитату профессора Грецеля, которая мне очень понравилась, она, наверное, даже не только про пироскиты, она про всю российскую науку. Если есть что-то, что мы умеем делать хорошо, надо каждый день стремиться сделать это еще лучше. Если мы не улучшаемся, значит, что-то улучшится быстрее нас. Это же касается российских разработок области пироскитной фотовольтаики. В наших коллег группе профессора вышла фантастическая статья в журнале Nature Materials, с чем их еще раз можно поздравить. И очень хочется надеяться, что совместными усилиями мы тематику пироскитной солнечной энергетики в России толкаем до серьезного мирового уровня. На этом мне, наверное, все. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, я буду рад попробовать на них ответить. Спасибо. Во-первых, замечание, что, наверное, есть других людей, 146% у нас бывают такие случаи. Я на одном слайде заметил фазу диаграмма зацепился. Смотрю на какие-то низкие температуры, на и вот вопрос я просто не вижу, что там что за фазу диаграмма. Вообще стабильность при температурах плюс-минус высоких, 100-200-300 градусов не спадает вверх. Значит, это очень интересный вопрос, как, в общем-то, и, по-моему, все в перо-скитах довольно сложный. Значит, в принципе, перо-скит термодинамически условно стабилен. Есть вообще отдельный вопрос, нет однозначного абсолютно победившего мнения о том, является ли термодинамически стабильным. Есть люди, которые, в общем, довольно обоснованно полагают, что он метастабилен и достаточно быстро разлагается. Особенно это заметно при воздействии на перо-скит разного рода внешних факторов. Например, если мы будем термически обрабатывать перо-скит в сухом воздухе, даже в сухом воздухе при температуре выше 120 градусов, он, скорее всего, необратимо разложится, и газовая фаза, метиламин, в частности, от него улетит, йод улетит, ашь йод улетит, и он необратимо деградирует. В то же время есть работа, которая говорит, что если нагреть перо-скит до 400 градусов, но в вакууме, он совершенно спокойно обратно потом соберется в перо-скит при охлаждении, что говорит о том, что, наверное, газообразные продукты деградации перо-скита выделяются не при его разложении, а при некоторых химических реакциях, ускоряемых при нагреве за счет факторов внешней окружающей среды. До 120 градусов на масштабе времен часов выдержки при 120 градусах инкапсулированный перо-скит на солнечный элемент стабильный. Выше? Нет. Поэтому едва ли эксплуатация чего-то на основе гибридных перо-скитов, если там есть органическая часть, едва ли она будет стабильно выше 150 градусов Цельсия. Скорее всего, ожидать этого не приходится. Про фазовую диаграмму здесь, которая приведена, эта фазовая диаграмма, собственно говоря, тех самых полиэдидов, с которыми мы работаем, то есть система метиламмонии йод, йод, с ней можно подробно ознакомиться. Мы опубликовали все сиф-файлы найденных фаз новых решенных кристаллических структур, саму фазу диаграмму, инструкцию, как мы ее получали, она вышла в конце сентября. Жидкими вот эти полиэдиды являются при диапазонах у F-Tactic температур 25-45 градусов Цельсия. И это именно то, что позволяет нам говорить о том, что мы нашли некоторую новую группу соединений, потому что обычно полиэдиды при данных температурах твердые. И только по всей видимости для некоторых классов соединений, частным случаем которых являются полиэдиды алкилоаммониев, то есть метиламмонии, форамидиния, они жидкие в силу некоторых особенностей строения органического катиона. Это очень интересно с фундаментальной химической точки зрения, это же очень перспективно с точки изменения технологических применений, потому что практически любые полиэдиды на основе почти любых катионов, входящих стандартно в пироскитный солнечный элемент, при достаточно низкой температуре сжижаются. И это вкупе с их реакционной способностью дает некоторые возможности их использовать на практике при создании солнечных элементов или при различных около пироскитных технологических процессах. оккупс есть? Есть. Можно? Давайте. Спасибо большое за интересную лицо. Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что принцип работы пироскита это фактически разряд батарейки с помощью потока батарея? Разряд батарейки? Электрохимическая реакция реакция с помощью гаоскопа? Ну, я бы не сказал, но не совсем так. То есть электрохимическая реакция там происходит, но в ней, собственно говоря, кроме как переноса носителей заряда, больше никакой химии нет. То есть это скорее процесс переноса носителей заряда в твердом теле. Там образования новых фаз не происходит фактически. По дефектам стремятся электронные дырки в межфазных пространствах. Почему там фотоны? Фотоны возбуждают, фотоны накачивают энергетикой носителей заряда. Можно изменять валентность в этом веществе? Ну, в общем-то да. Тогда это есть электрохимическая эффект? Да, согласен. Спасибо. В целом главенствующее мнение, что да, связанное... Нет, оно подтвержденное, как правило, петлями гистерезиса, то есть различного рода электрофизическими измерениями, в частности, поляризация, то есть это одна из групп публикаций в области перовскитов, являются ли они сигнеты или еще какими-нибудь электриками. Ну, там антифигнеты. Да-да. То есть полярность там присутствует? Она присутствует, потому что катион несимметричен. Вот органический катион несимметричен, а вот как... Следующий вопрос. Значит, в фотомонтарике известны эффекты, связанные с переносом электронов именно в антифигнете, в полярности, которые дополнительно дают ДС по отношению к электрохимическим способам разделения электронов, там, и так далее. Что-либо подобное в этой сфере изучают. Ну, если бы, если бы, поляризовать вашу пленку на поверхности, которую вы наносите, то у вас должна появиться дополнительная ДС, связанная именно с полярностью ДНК. Ну, значит, достаточно близкими вещами как раз занимаются коллеги вот и в ИТМО, и раньше, так понимаю, занимались МИСИС. Это связано с различным гейтингом перераскитных солнечных элементов, как можно управлять взаимным расположением зон в зонной структуре материалов, составляющих перераскитных солнечных элементов. Можно ли как-то облегчить или, наоборот, заблокировать ток электронов по такому солнечному элементу. Значит, с вот такого рода поляризацией связана, она может быть двух типов. Это поляризация без, не макроскопического, а без диффузионного процесса переноса элементов по перераскитному солнечному элементу. Это вот тоже связано с гейтингом и с движкой зон. И вторая, связанная с макроскопическим переносом, диффузией отдельных компонентов солнечного элемента. Это основная причина такого, в общем-то, существенного недуга перераскитных солнечных элементов, как гистерезис. То есть, при несовершенном перераскитном солнечном элементе в процессе его эксплуатации может не просто происходить поляризация самого перераскитного слоя, а еще и физическое разделение компонентов. Значит, их диффузия, вот ионный ток, его природа и параметры по отношению к эксплуатированному солнечному элементу, как оно влияет на его, собственно говоря, функциональные свойства, это достаточно интересный объект исследования. В настоящий момент исследования довольно мало, потому что это уже из области серьезных таких физико-химических исследований, а перераскиты первые пять лет демонстрировали подход, конечно, к сожалению, чисто инженерный. Мы что-то сварили, оно заработало, некогда объяснять, публикуемся. Вот сейчас потихонечку по мере того, как возможность найти что-то лежащее на поверхности исчерпалось, все больше и больше людей начинают, ну, либо доходят до вопросов того, какова же физика-химия, там, химия перераскитов, которая абсолютно нетривиальна, значит, я, к сожалению, несколько слайдов не вставил, или, значит, там, физика, какие процессы протекают при, там, фото-возбуждении, транспорте, зарядов, или просто серьезные люди, которые занимались вот физикой такого рода процессов, начинают смотреть в сторону этих объектов, потому что они становятся понятными. Начал ответ я вот на ваш вопрос того, что сказал, что, значит, это область некоторой дискуссии, вот физики, занимающиеся перераскитами, есть прям группа статей, их даже не всегда, в общем, просто понять, которые, значит, вот, каждая вторая начинается, значит, там есть, значит, какие-то электрические эффекты, каждая первая с того, что их нет, и дискуссия происходит, вы не так померили, нет, значит, вы не туда посмотрели, вы не так интерпретировали, у вас не тот прибор, вы не учли, что есть газовая среда, которая дает электрохимию на вашем, значит, там, зонде Кельвин-проба, которым вы это все делали, и вот такого рода, значит, дискуссия. Но принципиально, поскольку, в общем-то, катион не симметричный, ну, не идеально симметричный, это не атом, это молекула, заряженная, в общем, с эндипольным моментом, то, конечно, какое-то симметричество в нем может присутствовать. Но чтобы его где-то применяли, пока что, я, честно говоря, не знаком с такими работами, и чтобы этому дали адекватное физическое описание, вот, на уровне физического качества работы, пока, наверное, об этом говорить рано. Спасибо за вопрос. Вы позвольте мне вас спросить. Скажите, вот, сказали, деградация из-за влажности и паров воды. Вот относительно кислорода. А вот какой механизм вы предполагаете воздействие кислорода на эти структуры? Значит, там есть несколько факторов, то есть, во-первых, если мы возьмем некоторую модельную ситуацию, там, пировский твакуум, и начнем напускать в него кислород, смотреть, что будет происходить с поверхностью этого материала. первое, что произойдет, это физическая сорбция и посевация некоторых поверхностных дефектных состояний пировскита. То есть, сначала пировскит начнет очень хорошо люминесцировать под кислородом, потом эта люминесценция будет снижаться, и через какое-то время, если кислорода достаточно много и есть достаточная температура, будет происходить процесс, в том числе процесс окисления органики. Кислород – это, в общем-то, полбеды для самого пировскитного слоя, он может окислять, например, дырочно-проводящие слои, которые входят в состав пировскитного солнечного элемента. Вот в этом отношении это существенно более серьезная проблема. Значит, когда мы говорим о воде, как правило, это образование сначала различного рода кристаллогидратов, пировскита с водой, известен монокристаллогидрат, который в силу своей кристаллической структуры обратимо интеркалирует молекулы воды и может при нагревании обратно быть разложен в пировскит. Есть дигидрат пировскита, там на уровне кристаллической структуры цепочки разрываются в плюму октайдера в плюму МЁД-6, и единожды разорвавшись при динтеркаляции воды из такого дигидрата, он уже никогда в пировскит не дойдет. Он разложится на метиламин, скорее всего ошьет, который будет подкислять эту воду, продолжающую поступать в пироскитный солнечный элемент из газовой фазы, и образуется едит свинца. Поэтому пороговым считается значение влажности порядка 10%. Мы замечаем, что если в атмосфере, в которой мы делаем пироскитный солнечный элемент, влажность не превышает 10%, то практически при кратковременных временах синтеза довольно хорошая термической обработки мы не видим большого ущерба для получающегося пироскитного солнечного элемента. 10% выше, это немножко не так просто контролировать, к сожалению, но выше мы видим снижение КПД достаточно последовательное. Выше с 60% влажности я думаю, что можно даже не начинать делать пироскитный солнечный элемент, как бы быстро и аккуратно его не стремиться. В условиях там может быть и 90% и дождь и прочее. Да, но вот поэтому собственно говоря без инкапсуляции, без хотя бы простого запаивания пироскита в пленку или между двумя стеклами, как это делают для грецеских солнечных элементов, конечно, пироскитная фотовольтаика даже вот в своем неорганическом исполнении, чем наши коллеги из Калтеха занимаются, она не жизнеспособна. Потому что даже полностью неорганический пироскит там едит свинца цезия, даже он под действием влаги долгосрочным в масштабе времени месяцов будет деградировать довольно интенсивно, при том, что он и КПД выше 12 пока не дает. Потому что шина запрещенной зоны цезия пироскита не настолько оптимальна, как у гибридных органов неорганических. Ну и относительно... Все, давайте другое вопрос. Еще один вопрос. Я всего один дочек позаду, второй и последний. Температурный интервал работает. Значит, чем холоднее, тем лучше, потому что низкотемпературного фазового перехода нет. И вот, ну, к сожалению, на это не очень есть ресурсы, но было бы интересно попробовать... Никто еще пока не исследовал, как работают пироскиты при экстремально низких температурах. При высоких температурах им плохо. Значит, выше, ну, 80 градусов эксплуатация крайне затруднена, я бы сказал так. То есть, ресурс будет сразу падать. Выше 100 вряд ли возможно долгосрочная эксплуатация. Ниже 20, это, наверное, оптимальная ситуация. То есть, там очень сухо, там, может быть, влажность высокая, но просто доля, количество физической воды в газовой фазе, контактирующая с пироскитом, будет достаточно низкая. Что будет при температурах ниже 40-50, ну, как, в общем-то, практически любой данный случай полупроводниковое устройство, КПД, будет повышаться, потому что, значит, термодрифт будет снижаться, носители зарядов в пироскитном, в полупроводниковом слое. Но, замерзнет ли он, будут ли какие-то фазовые переходы, или возникнут ли какие-то сложности с, значит, коэффициентами термического расширения, такие, что, в общем, пройдет к расслаиванию пироскитного солнечного элемента. Я таких работ не видел, хотя это очень интересный примет исследования был бы. Спасибо за вопрос. Алексей, большое спасибо за такую отличную лекцию, где очень содержательно и все понятно. У меня будет конкретный вопрос. Вы привели большое количество данных по КПД и площадям ведущих научных и коммерческих организаций, скажем так. Вот также раскручивается компания из Польши, я думаю, вы знаете, Сауль, которая, к сожалению, не приводит, насколько я знаю, никаких цифр, но показывает красивейшие солнечные бананы с сотовой структурой, с ранейной структурой, изготовленной методом устроенной печати. Как вы считаете, есть ли у структурой печати проблемы в технологии? Как вы это соотносите? Струйная печать уже реализована в тонкоплёночной оптеэлектронике, в Тайване технологию OLED уже запускают помышленную масштабную структуру печати. Как вы прокомментируете такой подход? Могу дать маленький инсайт. Когда я единственный раз видел компанию Сауль, они показывали видео, как они печатают пироскитный солнечный имя. У меня нет слайда, к сожалению. Машина, на которой они это делают, это принтер LP50 компании Pixdrome. У нас стоит такой же. Они сначала не говорили, что это за машина. Когда я назвал название, улыбнулись, сказали, ну раз вы знаете, что ж мы будем скрываться. Это обычная струйная печать коммерческими головками либо компании Дематикс, либо компании Конико Минолта, либо компании Спектр. Это все промышленные производители. Все сидят либо в Лондоне, либо в Японии. Первое. Несмотря на то, что Новый год и Рождественская лекция, я не верю в Деда Мороза и в чудеса. Поэтому если у людей из сильнейших немецких научных центров, которые на конференциях показывают свои солнечные элементы, струйной печати у них получается выше 12%, то я бы сказал, что наверное я не стал бы ожидать в общем-то какого-то чуда и сказать, что эти КПД тех сотовых структур как-то сильно по крайней мере превышают те самые 12%. Главная проблема струйной печати заключается в том, что со временем становится понятно, что пировскиты не так просты, как нам того хотелось бы и как нам всем казалось поначалу, когда они только появились. в частности у пировскитов очень сложная химия растворения. Все, кто с пировскитами работают, знают три главные аббревиатуры пировскитчика диметилсульфоксид, диметилформамин, гамма-бутерлактон. После третьей обычно вздрагивают в Российской Федерации. Два растворителя ДМФ, ДМСО. Почему? Потому что для растворения пировскита нужно такой растворитель, который с одной стороны координирует высокополярную плюмом ЙО4-2- с плюмом ЙО6 октайдера в растворе. С другой стороны насыщены водородными связями, которые позволяют органический катион стабилизировать в растворной среде. И растворителей таких мало, потому что все остальное просто недостаточно сильно взаимодействует с катионной анеонной частью пировскита. Но раз оно сильно взаимодействует с катионной анеонной частью пировскита, то оно и в обратную сторону будет взаимодействовать так же сложно, когда мы будем пытаться забрать растворитель от пировскита, в котором мы его растворили. Будут образовываться сальваты. И несколько лет назад стало понятно, что химия пировскитных растворов это химия образования сальватов, которая на сегодняшний день известна, я думаю, десятка-полтора. Из них, наверное, штук шесть, мы решили кристаллические структуры, когда этим вопросом занимались. У нас есть еще статья, которую мы пишем и не допишем, называется она на наших внутренних разговорах зоопарк Адуктов. Там 22 новых сальвата пировскита с растворителями. Вот все, что мы будем делать в инкджет-печати, это печать пировскита из растворителя, который нужно очень хитро подобрать. И какой бы растворитель вы ни взяли, скорее всего, я подозреваю, какие они могут брать, там будут все те же самые проблемы кристаллизации пировскита контролируемым образом не в виде иголок, не в виде разрывных пленок из растворителя. Если они смогли решить каким-то образом задачу контроля кристаллизации в малой капле пировскита из какого-то растворителя, это очень здорово. Но угадать, что бы это могло быть принципиально новое, настолько, что никто в мире до этого занимающихся растворами пировскитов не догадался, честно говоря, очень сложно. Работа, которую я видел по печати пировскита, кстати, в Германии занимается, во Франгофере и в университете Карлсова. Там есть две группы очень сильные, которые тоже печатают пировскит струйным принтером. У них у всех КПД это 10-12%. Принципиально струйная печать не сильно лучше, чем классический слот ДАЙ или там ролл-ту-ролл любое производство, потому что капля струйного принтера это 40 микрон, растекшаяся капля 40 микронная это вариация по высоте по меньшей мере в микрон и в принципе с вариацией по высоте в микрон можно вполне себе разровнять кредитной карточкой или дорогим слот ДАЙ устройством пировскит по подложке существенно более простым методом, где есть Airblade воздушный нож, где можно спрыскивать это все дело антисольвентом, контролировать процесс кристаллизации существенно более тонко. Но принципиально это, конечно, очень интересное управление. Мы им пытались заниматься, честно скажу, выяснилось, что это гораздо сложнее, чем кажется, когда заправляешь принтер-чернилами. Спасибо, Светлана, Даганда. Это можно, да, я тоже вопрос. Спасибо за презентацию. Спасибо за презентацию, очень интересно. Знаете, у меня вопрос такой вот. Значит, ну, сказали, что всего несколько групп, вот в России занимаются исследованиями. То есть, это означает, что мы отстаем как-то вот, да, от остального мира. Соответственно, у меня вопрос такой, кто лидеры сегодня вот в этой области, это первое. И второе, все-таки, какие перспективы коммерциализации тех разработок, которые делаются нашими учеными в России. Есть ли интерес страны, вот компании инновационных и так далее, и так далее. То есть, вот что происходит вот в этой сфере. Спасибо. Спасибо. Значит, ну, что касается того, что мы отстаем, наверное, отстаем. по крайней мере, по каким-то, по каким показателям отстаем? По идеям, я думаю, что мы не отстаем, потому что вот то, что мы видим на конференциях, где российские команды выступают, работы очень высокого уровня, реально, вот по крайней мере, в трех наших центрах, где занимаются перавскитами, это очень высокий уровень работы. И идеи очень свежие и красивые. Поэтому по количественным показателям, ну, как можно говорить о том, что мы не отстаем, если нас трое, а в любом городе, практически, в университетском Европе найдется три университета, где есть по нескольку групп перавскитных. Лидерами является на сегодняшний день, я думаю, что это группа Генри Снайса, университет Оксфорда, это группа профессора Гретцеля, университет Лозанны, это корейский университет СККУ, если не ошибаюсь. Есть много довольно центров, которые либо перекупили к себе, очень сильных постдоков или исследователей в области перавскитов, либо вырастили своих, ну, это уже, условно, вторая группа игроков, и, в принципе, коммерциализацией занимаются те университеты, у которых есть своя патентная технология. Вот, Генри Снайс в свое время открыл новый тип растворителя для перавскита, который основан ни на ДМФ, ни на ДМСО. Это система ацетонитрил, метиламин. Выяснилось, что в такой системе ацетонитрил высокополярен, метиламин высоководороден, они смешиваются между собой, и в них растворяется перавскит, кристаллизуется оттуда без образования аддуктов. Значит, на основе анализа патентов Генри Снайса можно предположить, что технология, которую он тщательно скрывает внутри этого завода на территории Германии, скорее всего, по метиламинной технологии. Я думаю, что они нашли способ из раствора носить перавскит через растворы перавскита в метиламиноцетонитриле. Значит, есть технология обработки газофазной парами метиламина, сжжения перавскита в парах метиламина. То же самое, что мы знаем для паров йода. Вот они за несколько лет до нас открыли, в общем-то, вторую дуальную систему к этому. У них тоже есть какие-то свои разработки по коммерциализации перавскитов. В Китае есть группа, которая показывает модули, тоже обещали до конца года построить скольки-то мегаваттный завод. Ну, покажет практика. Если действительно продемонстрируют просто обычный перавскитный солнечный элемент не тандемный, но со стоимостью, которую они объявляют, смешной за киловатт электричества, то, конечно, это будет прорыв. И если, кстати, это случится, это будет, наверное, первая технология, когда прорыв произошел в Китае и потом во всем мире. Вот не где-то, а потом в Китае завод, а вот в Китае по собственной технологии построили и потом его экспортировали. Это, по-моему, чуть ли не единственный будет технологический пример на сегодняшний день. Очень тревожно и радостно закаливаясь с другой стороны. Ну, там называются, значит, порядок 20% от кремния. А 20% от кремния это дешевле, чем электричество из розетки обычное, которое вот с сжиганием ископаемых природных ресурсов получается. Поэтому вообще стоимость строимости электричества, которое он выдает, что самое страшное. То есть, именно стоимость конечной электроэнергии, она, это же, ну, стоимость электричества вообще вопрос интересный, да, но не только физическим определяется, еще и очень во многом фискальным образом. То есть, экономика задает стоимость электричества. Солнечный элемент, который у нас никогда не будет, в общем-то, рентабельным, потому что гидроэлектростанция, если она уже есть, то электричество бесплатное практически. И электроэнергия в Швейцарии, где, значит, телефон заряжаешь и думаешь, значит, сколько это стоит. Поэтому, вот, китайцы, значит, предлагают такую технологию, обещают ее выпустить на рынок. «Сауль» компания польская, кстати, ее сделал выпускник алюмнии лаборатории профессора Грацеля. Значит, вот, тоже уже несколько лет получили, по-моему, 3 миллиона евро, если не ошибаюсь, помощи, и пытаются, значит, эту компанию сделать. Значит, что касается наших разработок, у нас есть индустриальный партнер, в общем-то, довольно наш давний, это компания «Евросип Энерго», с которой мы уже, какой по счету, проект делаем, они, в общем-то, очень заинтересованы в том, чтобы наши разработки коммерциализировать, поскольку у них есть производство кремния, собственно, и, в общем-то, они хотели бы, как компания, занимающаяся тоже альтернативной гидроэнергетикой, диверсифицировать пакет, вот, в общем-то, к их великой чести, нашей благодарности, тут нельзя не сказать спасибо, они, в общем-то, нас очень сильно поддерживают. Фактически, перераскетная фотовольтайка, одним из там очагов роста ее, значит, явилась наша лаборатория благодаря поддержке со стороны бизнеса. Чисто на государственные деньги вряд ли бы мы смогли, значит, на тот уровень, на котором сейчас находимся, выйти. Причина, почему в России мало перераскетных солнечных лабораторий, она, на самом деле, достаточно проста. Очень большая цена входа на рынок, потому что, ну, вот мы там шутим, что минимальный набор перераскетчика, значит, перчаточный бокс, а в реальности два, значит, установки нанесения тонких пленок, установка нанесения, значит, вакуумного, термического металлизации контактов, ну, это там самый-самый маленький пакет, это несколько миллионов рублей. Если это есть, где-то в лаборатории, то хорошо, но если нет, это надо купить. Но даже если оно есть, чтобы получать вот высокого уровня значения, это оборудование должно эксплуатироваться только под конкретные задачи перераскетной солнечной энергетики, солнечных элементов. Мешать, вот сегодня мы здесь делаем литиевый элемент, а завтра перераскетный, сегодня батарейку, завтра солнечный элемент будет губительна для обоих направлений работы. Поэтому, вот из-за того, что войти в рынок, войти вот в эту научную область, именно заниматься не просто какими-то исследованиями на около перераскетной тематики, а сделать элемент от начала до конца, даже по существующей технологии, это очень дорого. Поэтому в России, к сожалению, у нас достаточно мало. Хотя хорошо было бы, чтобы было больше, мы проводим конференцию, вот в этом году первую провели, будем каждый год проводить всех, кто интересуется и в этой области работает. Мы очень рады будем видеть, поделиться своим опытом, послушать, чем занимаются коллеги. Последний вопрос, короткий ответ. Спасибо за репутацию, такой вопрос. По оценке всего жизненного цикла, сейчас пока оценивается в основном стоимость предведенной энергии, как стоимость производства самой панели, а если в перспективе добавится стоимость рецикла, как вы считаете, то там, насколько, насколько дорога утилизация, желательно, рецикл. Спасибо за вопрос. Я оптимистичен в этом отношении, потому что если поливилизаторам нанести пироскитный солнечный элемент не получится, это, в общем-то, уже достаточно уверенно, можно сказать, то вот тряпочкой его стереть получается. Значит, мы делали, как один из блоков работы по проекту ФЦП, как раз по заказу индустриального партнера, изыскание, можно ли взять пироскитный солнечный элемент, размыть до основания и собрать заново, значит, на той же подложке, например. И можно ли потом, например, выделить свинец, чтобы им не отравить там все вокруг. Да, он смывается, в общем-то, механически, в растворы переводятся с соль и свинца, они оттуда электрохимически высаживаются, разламинировать пироскитный солнечный элемент, смыть и нанести заново, это технологически несложно решаемый вопрос. Ну, как бы, надо поработать, но это проще, чем смыть полимерную, например, полимерную часть или разделить полимеры, из которых был создан полимерно-органический солнечный элемент. Поэтому я думаю, что большой проблемы быть не будет, хотя это, конечно, производство опасное, потому что там будут большие объемы концентрированных растворов, токсичных солей свинца. Но я думаю, что он решаемый. Спасибо. Мы Алексея Свинцова не отпускаем, можно его какое-то время помучить. Смотрите, у нас помимо традиции проводить лекции, есть традиция дарить подарки спикерам. Какая хорошая традиция. Да, замечательно. Меньше трех тысяч рублей стоит, если что, это важно. То есть, можно домой использовать. Это шар новогодней вершиной работы. Ух ты. В нашей... Стеклодумной мастерской. Раз мы выяснили, что миссии СМГУ-партнеры, я думаю, повесите у себя в лаборатории. Спасибо вам. Спасибо большое. И я напоминаю, что у нас партнеры... Редактор субтитров А.Семкин, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова